Полтора года подготовки, работы, исследований и как итог новый этап в развитии компании. Однако его значимость выходит далеко за пределы предприятия. Муравьиную кислоту здесь выпускали и раньше, а теперь ее будут производить другим способом, путем жидкофазного окисления фербальдегида. Экспонента первое предприятие в мире, которое использует такой метод получения муравьиной кислоты. Этот способ получения реализуем впервые. Это наша технология, все необходимое оборудование, линию мы собирали по собственным проектам. И вот после модернизации сегодня как раз этот пуск первый происходит. Этот способ требует минимальных вложений и подходит для небольших предприятий. Кроме того, он быстрее и проще стандартного. Модернизация системы позволила автоматизировать процесс и увеличить объемы производства. Мы исключили человеческий фактор влияния на процессы, то есть процесс более стал автоматизированным, чтобы исключить ошибки людей, чтобы решение принимало машину и более качественно все это было. Экспонента единственный в стране производитель муравьиной кислоты. Спектр ее применения широк, например, в качестве консерванта в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Для ее производства специалисты используют отечественное сырье. От импорта не зависит продукция, готова обеспечить российских и зарубежных аграриев. Есть партнеры в Белоруссии, идут переговоры и с другими странами. Также на предприятии выпускают продукцию для строительной отрасли, а недавно экспонента получила новый товарный знак. У нас несколько товарных знаков на предприятии. Если говорить именно про амилон, то он предназначен для химических консервантов, которые используются для сельского хозяйства. В частности, для заготовки сельскохозяйственных культур при их силосовании и плющении. Получение товарного знака в целом процесс небыстрый. Центр «Мой бизнес» помог его ускорить и упростить в рамках нацпроекта развития малого и среднего предпринимательства. Коммуникация выстраивалась легко. Были созданы специальные чаты в месседжерах. Обмен информацией происходил быстро. Взаимодействие с исполнителем происходило хорошо. Мы получали оперативные, что называется, быстрые ответы. И буквально в том году мы подали заявку, и уже сейчас мы имеем свидетельство на руках. Помощь оказалась, кстати, на предприятии. Дорога каждая минута. Скоро здесь установят еще три реактора. Впереди очередные этапы развития производства. Это строительство производственно-складского корпуса и наращивание текущих мощностей. Третий этап – запуск серийного производства муравьиной кисады и перекисных соединений. Это даст республике новые рабочие места. Всего их будет около 200, а сейчас на предприятии трудится 24 человека. Ольга Данилова, Сергей Соколов. Народные новости. Розаевский район. Розаевский район.